МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наличие современного оборудования рассказала Татьяна Жубрикова, заведующая диагностическим поликлиническим отделением. Занимаются не только обследованием поликлинических и стационарных пациентов, но также занимаются профосмотрами, занимаются диспансеризацией. То есть все люди нашего города, как вы через этот кабинет. Дети, детская института. У вас тоже до обеда принимают? Нет, у нас потоки разделены. У нас потоки разделены. После обеда у них дети идут по записи. Все тоже выставлено в системе ЭВИАС. После того, как рабочий день завершен, и пленочки описаны, медсестры вбивают в эту систему заключения, которая автоматически уходит в поликлинику. Фотографы. Сейчас уходим от бумажного документа оборота в электронный. Особое внимание клиника диагностической лаборатории, которая занимается забором анализов и расшифровкой результатов исследований. Присутствующие пообщались со специалистами, обсудили процессы лабораторной диагностики, позволяющие выявить различные нарушения или оценить динамику состояния больного при лечении. Лабораторная диагностика – это общий анализ крови, кал на скрытую кровь и семь показателей биохимических. И вот так же, как в рентгене, есть подсистема, система ЕРИС, а здесь система ЛИС. Лабораторная информационная система. Суть ее в чем? На пробирку с кровью приклеивается такая клеющая бумажечка, на которой написана фамилия пациента, имя, отчество, его номер телефона, штрих-код и какой анализ должен быть сделан из этой крови или из сыворотки, соответственно. Прием этих пробирок у нас идет и сортировка, соответственно. Сортировка в клиническую лабораторию на общий анализ крови, биохимическую лабораторию на биохимический анализ крови и лаборатория ИФА. Но у нас уже ведется автоматизированная регистрация этих пробирок и, соответственно, передача результатов опять в поликлинику уже к лечащему врачу. Ежедневно квалифицированные специалисты отделения оказывают помощь пациентам, а цифровые технологии позволяют сделать труд врачей более эффективным.